Слава Иисусу! Аллилуйя! Шестая часть. Прямого эфира. Сегодня 31 октября. Всех приветствую, друзья. Слава Иисусу Христу! На веке слава Богу Святому! Сегодня 31 октября 2017 года, и поэтому сегодня особенный такой юбилейный день. Воспоминание начала Великой Реформации и обновления христианства. Празднуем со всем христианским миром 500-летие, садя начала Великой Реформации и обновления Церкви. Слава Богу! И вот сегодня рассуждаем, молимся о разных темах. Молимся, вспоминая героев прошлого, настоящего. Благодарим Бога за все. Потому что то, что Лютер, то, что Кальвин, Цвингли, Аннабаптисты, другие реформаторы в далеком 16 столетии совершали, это, можно однозначно сказать, являются деяниями не просто этих людей, а деяниями самого Господа Бога. Деяния апостольские продолжились, деяния Духа Святого продолжились в это время последнее. И пять столетий продолжается поэтапная такая реформация в теле Христовом. Возвращение к нашей первой любви, восстановление библейских доктрин. Хотя, вот сегодня уже прозвучало, очень хорошая мне понравилась мысль от епископа Кифы. Моя доктрина, говорит, это любовь. Здорово, мне очень понравилась. Потому что, действительно, если правильно расставлены доктрины, то они не рамками являются и не барьером каким-то, препятствием, а наоборот, помощью. Вот. Бог, да, поможет всем нам. И еще, это в конце как раз прозвучало уже в прошлой пятой части. Дело в том, что сегодняшний день, вот 31 октября, хотя в церковной традиции, да, в церковной практике он вспоминается как именно День Реформации. И поминается таким образом в христианстве. Но, к сожалению, в светском обществе 31 октября, скажи где, обычно ассоциируется не с Людером и не с Реформацией совершенно, а с таким полусатанинским непонятным праздником Хэллоуин. Полусатанинским, потому что, действительно, это чаще всего шоу такое. Такой молодежный пьяный карнавал. Да, да, пьяный карнавал, молодежный карнавал. Вот, сегодня рассуждаем и молимся, значит, в том числе и об этом говорим. Потому что, действительно, печально то, что люди заигрывают с огнем, знаете ли, люди заигрывают со всякой родной нечистью. Хотя, Господь нам дал по поводу нечисти очень четкие инструкции и понятные очень даже инструкции. Не рядиться в эти, знаете ли, в чертей, а гнать чертей. Не заигрывать с нечистью, а гнать эту нечисть во имя Господа Иисуса Христа. Вот, поэтому, то, что наша христианская позиция должна быть в этом плане четкой, ясной, простой. Если на пути нашим встречаются всякого рода нечисти, бесы, вот, наше с ними общение очень короткое. Пошел вон во имя Иисуса Христа. А наряжаться под него, знаете ли, я узнал, допустим, такую информацию, что одно из объяснений, вот, это традиция такой странной. Рядиться, наряжаться во всякого рода нечисть. Зомби, всяких мертвецов, покойников, монстров. Это, значит, как раз именно причина, что вроде выглядеть, выдать себя за своего, как бы, в том оккультном мире, да? Наверное. Я тут по-другому даже вижу немножко. Хотя традиции в народе всегда были какие-то остатки, рудименты, язычество. Но тут наше общество постмодерн, оно во многом порвало с прошлым историческим. Конечно, да. Тут это рождается часто, например, в западных странах в определенном кризисе христианства. В том, что Христа подают либо как жесткого такого человека, который такой вот моралист, в котором нету, либо какого-то такого вот иногда католического изображения, такого румяного, такого улыбающегося. Такой тоже продукт, по сути дела, поп какой-то культуры такой христианской. И образ сатаны в глазах молодежи, особенно, они же им свойственно бунтовать, это образ некого такого одиночки, че-гевары. И вот мы тоже, он восстал против такого отца зануды. Бог вот в таком виде, таком бутилированном, как зануда, вот и мы тоже хотим подражать ему, потому что черти это мы. Да, то есть, ну, такое вот восприятие. Хорошо, если это перерастает подростков возраст, но, к сожалению, бывают последствия. Вслед за этим праздником... Тихо на связи. Да, вслед за этим праздником, как правило, все это попойками сопровождаются. Люди употребляют наркотики тоже, курят марихуану, там, еще, чтобы, так сказать, войти в этот образ. Вжиться в роль. Да. Понятно, ну, да. Ну, я думаю, что этот недостаток ведения нужно восполнить просто. Просто являть Христа, какой он есть, не румяным там, а, 100% Андрей пишет, да, Христос – Бог лицемеров и лжецов, а дьявол противопоставлен этому лицемерию. Вот, ну, да, вот такое вот есть такое настроение. Нет, это правда, я же общался с молодежью, я сам был в неферской среде, никогда не праздновал Хэллоуин, вот, недавно узнал, что он существует, только как-то он мимо меня этот праздник проходил, несмотря на то, что общался с неформалами постоянно и был, сам был, то есть, там, ходил с иракезом в молодые годы, там, ездил автостопом, там, шатался, вот, но как-то этот праздник мимо меня прошел, потому что, ну, я… мне это не нравилось, вот, но общаясь с ними, я понял, да, надо понять их логику, потому что, почему часто помочь этим людям не можем, мы не видим их мотивов просто, мы пытаемся их с моралью, а им этого только и надо, чтобы над нами потроллить, да, как-то нас зацепить, а тут надо по-другому, как-то слезовь, да, вот, неплохо выглядишь, хороший прикид, надо вот Христа только добавить, да, и тогда этого прикида не будет, ну, так про себя думать, что надо… А, ну, да, уже неинтересно… Да, уже будет неинтересно, но это только говорить не надо, это надо, это уже должно уже дойти на человека. Ну, да, интересно, да. Да. Кифа смеется, ну, да, согласен, да, согласен. Да, слава Богу, да. Так, может, Кифа что-то скажет? Да, да, отцу. Да, может быть, пару слов хотя бы, да, вот, если есть возможность, если уже свободно есть минуточка какая-то. Если дети там не спят еще. Да, если… окей а все вообще благодать так что дали телефон на связи поэтому если что звоните может может еще кто-то из наших там кстати братья если что звоните на киевставовский мой номер вот значит и будете в эфире тоже вопросы пишите прямо здесь если что значит здесь все читается на экране все читается не знаю как будет на видео видно это не видно но нам все видно видно здесь так вот вот и аллилуйя так дает этому шоу так есть прошлое пропустил извиняйте я немножко не в теме так только зашло за хэллоуин улыбался да на самом-то деле ну андрей абсолютно прав то есть со своей колокольни мы видим в них демонов этих молодежи что они совсем уже пошли под наклонной далее ничего святого травеля но они точно также и смотрят на христиан то есть у них такое же то есть они видят как есть плевать на морально догмы на доктрины какие они правильные или неправильно они видят как люди себя ведут и принимают решение и действительно ну даже чисто в сатанизме дьявол это противопоставление разлагающемуся обществу под владычеством христа ничего против самой личности христа там против истинного христа нет ничего там да 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 упаковки само это конечно на него не наедешь не к чему придраться к самому христа но да много много объясняет и все конечно вот эти все вещи ну костюмчики все для кого-то это демонические а для кого-то это просто красивые классные весело просто весело да шоу и на самом-то деле 95 процентов там вообще нету ничего оккультного просто вот 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 весело и все они они не связывают вот эти костюмчики эти все моменты с чем-то демоническим с чем-то окупом то есть надевались бабу ягу это просто женщина вредная со сказка со сказок и все как вот иногда демонизируя там какие-то вещи помню гарри поттера там мне один знакомый говорит ну тогда буратин это вообще каббалистика из полена говорит оживил полено заставил там дворичьих весла всяких ну да чуть-чуть просьба громче потому что я вас практически не слышу вот ну да гарри поттер то же самый я слышал свидетельства как некоторые люди несколько да пришли к христу через гарри поттера потому что их потянуло к сверхъестественному к чему-то высшему так и они начали искать и нашли иисуса нашли спасение христос через гарри поттера им явился да 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 вообще он не стыдится ни гарри поттера ни магии ни волшебной палочки ни каких-то загляданий да порой христиане демонизируют на пустом месте вот даже вот говорю к сказке буратино можно перецепиться ну то есть полено же оживил полено это вот типичный голем пражский история пражского голема вот пожалуйста сколько русских сказок сколько всего о этих мифических вещах тот же змей горыныч и так далее да у меня с детства это просто змей был русские сказки кураеву говорят что вот гарри поттер надо детям давать русские сказки а кураев говорит упаси боже говорит гарри поттер на фоне русских сказок просто святой мальчик кстати действительно здраво написано классно написано ну я бы конечно толки она порекомендовал больше чем гарри поттера больше деткам гарри поттер просто у меня всегда поражало как католические священники в польше там против гарри поттера все время так настраивали а я говорю а вы читали гарри поттера нет но мы знаем это сатанизм не читал но осуждаю ладно ладно бы это один человек десятки целой компании в костеле было потом и русские под подцепили это тоже русская православная церковь с католических изданий надо читать то есть вот как для кого-то и библия вредная книга ну да ну да 100 процентов вот недавно свидетельство там у нас парень нашей индонезийской общины я тогда когда был в индонезии начал молиться за одного кришнаида вот и как бы он нам принял нас он колясочник он не ходит вот он принял нас вот вам печеньки только что из храма вот приятного аппетита и так далее то есть все как положено со всеми почестями начали молиться за него почему потихонечку тело начал восстанавливаться общаться про любовь про все эти вещи то есть честно скажу то что харизматическая церковь например переживает когда бог приходит вот это присутствие божье точно такой же и кришне это переживают когда называют кришне и поют свои песенки такое же присутствие божье все одинаково вот еще один парень после этого но дальше продолжил с ним общаться встречаться и он не поленился он прочитал потратил две недели прочитал всю хавалангиту бхагават 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 б момент. Вот тут интересный момент, знаешь? И парочку таких фраз, да, конечно, там есть, что я Кришна, я есть время, я есть смерть. И еще там пару таких моментов, таких интересненьких. И тут же Христос, я есть жизнь, я есть вечность. И никто никого не убеждал, никто ничего, просто посравнивали, интересно же, просто посидели ребята. И кто там, видишь, это дьявол. Через пару дней этот Кришна звонит, говорит, а ну приедь еще, давай, давай еще мне, расскажи про Христа, я чувствую с этим Кришна, что-то не так. Люди думающие, люди мыслящие, способные сами принимать решения. Владыка, я бывший кришнаийский священник Брахман, мне в Индии рукополагали. Вау, вау, ух ты. Поэтому очень много, целые куски могу на память, на санскрите он даже, с пословным переводом из Гиты. Класс. До сих пор еще помню какие-то места. Там есть хорошие места, красивые, которые даже Антоний Сурошки цитировал в беседе там с представителями Парижской школы богословия. Сейчас, боже мой, как же он вылетает? Ладно, не вспомню. Он доказал, что в индуизме есть истины, которые созвучны христианством, но они там поданы по-другому. А тот говорит, нет вообще ничего там, это дикари и все, ни в какую. Он тогда пошел на хитрость, подобрал цитаты из Упанишат, из Гиты, подал это под видом святых отцов. Сказал, будешь профессор, скажите, кому это принадлежит? Он говорит, конечно, читает это, говорит, Яну Златоусту это, там Августин. Он говорит, нет, вот такая это Упанишада. Он так схитрил, он показал, что Бог дает какие-то откровения, просто вопрос полноты откровения. А полнота в жертве, а жертва Христос, отданная за нас всех. Сурожский это понимал, поэтому брал какие-то цитаты из Корана, из разных традиций. Митрополит Антоний Сурожский, да, использовал как раз цитаты и Корана, и Бхагавадгита. Бхагавадгита, Бхагавадгита, и Упанишат, также Ману Самхита. Да, интересно. Ну, христоцентрично, то есть он это как бы не как реклама этих традиций, а вот именно показать, что Божья правда являлась там, но это не было еще полнотой времени, не было еще полнотой правды. То есть это скорее там и человеческий некий поиск Бога, и ответы Бога на него, ну вот. Сто процентов, сто процентов. Отец Александр Мень цитирул Бхагавадгита, есть даже вот сборник, и Кришнепене все время так вот, вот же видишь, ну вот видишь, цитируй там, скистки там, да. Насколько я вот понимаю, да, Бога, Он вне коробочки. Да, это правда. Он все нормально с Ним, чтобы пообщаться с колдуном. Да, с кем угодно. Ну, с Валаамом, с Валааком, с Валаамом. Он общался, поговорили, говорит, не трогай мой народ, тот не послушал Бог. Ну да. Мы читаем это нормально, Всевышний Бог ему сказал, но тот плевал на Бога. Угу. Да, да. Ну, но общался с Богом. Общался, общался. Ну, Мухудоносер с Богом общался. Угу. И еще много. Вообще без Иисуса, без ничего, им это и не надо было, ну, как бы, и еврейством. И даже через колдунов являлся, когда не было выхода. Ну да. Там в детстве ведь эпизод был, даже через колдуна связался. Он не стыдится этого всего. Да. И сколько я вот понимаю, вот как, да, христианство, ну, вот эти все измы, буддизмы, кришнаинство и так далее, просто это какой-то понятийный аппарат, богоискание. Угу. Вот так скажем. То есть, они какими-то образами, какими-то вещами божественные отчасти описывают. Действительно нету полноты, но что-то они описывают как муравьи слона, но все равно основаны на чем-то божественном. Безусловно, нету другого основания просто. Ну да. Вот. То есть, какие-то откровения, какие-то все равно явления какие-то, то есть, все равно там Господь. Вот. Просто мне не стыдно, используя их понятийный аппарат, говорить о своем Христе, используя такие понятия, как чакры, какие-то понятия, как реинкарнация, сансара и так далее. Угу. 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 Этим тоже можно объяснить Христа. Можно, да. Не обязательно их вводить в свой понятийный аппарат. Угу. Угу. И опять зашторивать, потому что они раньше верили вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. А теперь они просто должны по-другому верить вот так, вот так, вот так, вот так. Но как отношений с Богом нету, такие не было. Угу. Угу. Ну как не было, так и не было. Угу. Ну да, да. Угу. То есть был мусульманином, стал христианином, но от этого отношений с Богом не прибавилось. Ну да. Иван Васильевич меняет конфессию. Да. Иван Васильевич меняет конфессию, да. Комедия такая. Да, 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 100%. А перемены мест конфессии, сумма не меняется. Угу. 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 А если человек, который понимает, что там в человеке есть энергетические центры и они должны открываться для того, чтобы пропускать Божественную энергию через себя, и ты ему говоришь, что есть возможность, у тебя этих семь там с чакр, но Иисус нам подарил вот такую штуку, в тебе внутри открывается восьмая чакра. Любовь, да? Да. Которая не просто пропускает через себя энергию, которая является источником Божественной энергии. И она начинает струиться со всех твоих чакр, других. И ему все понятно. И он за. Да. На его языке как бы все объяснить, да. Его термин. Ну, инкультурация. Инкультурация, да. Инкультурация, да. Вот так. Ага. Ну, и чтобы больше понять, почему христиане вот так думают, почему так, чтобы углубиться. Ну и все. А так навязывать христианство – это бессмысленно. Угу. 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 Только являть, являть христианство. Являть, да. Христа, да. Потому почему-то прорицатель. И вот реальная история. То есть мой знакомый, мой друг хороший. Вот. Мы там были вместе с ним. На Бали живет… Ну, в фильме, кстати, «Ешь, молись, люби» снимался. Такой Ки Тутлиер – прорицатель. Вот. Это реальная история. Это реальный человек. Он живет на Бали. Один из самых крутых… Ну, уже умер, походу. Самых крутых прорицателей. К нему все это толпы. И мой друг там искал, ну, по работе. Там ему точку сказали. Он ехал, видит вывеску, как в фильме. Зашел. Дедушка такой же сидит, такой под деревом отдыхает. Вот. Подошел к нему, вот ему Ки Туту. Прорицателю. Поздоровался, благословил его. И тот начинает спрашивать, ну, что тебе надо там, тебе рассказать твое будущее, тебе сказать какие-то трудности, еще как их решить, или еще что-то. Или поправить там, что-то надо тебе что-то. Да нет, ничего мне не надо. Вот. Я просто тебя благословить пришел. Тот так обрадовался. Говорит, ты первый, кому вообще от меня ничего не надо сказать. Класс. 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 Да, класс. Говорит, давай посидим. Ну, давай посидим. Просто сидят вот в таком молитве, да, медитации вместе. Вот. В приятном обществе. И тут молчали-молчали. Китут берет его так замочку уха, так мац-мац, и говорит, слушай, счастливый ты человек. Кто-то очень-очень сильный взял и очистил всю твою карму. И тут повод для разговора. Потому что вот это сделал Иисус. И он ему рассказывает про Иисуса. Тут очень внимательно слушает, задает вопросы, моменты уточняет, говорит, в конце диалога говорит, ну, меня очень заинтересовала эта информация, я поразмыслю об этом. Такому человеку, в принципе, говорить, давай сейчас скажи молитву, это бесполезно. Он сам в состоянии закрыть глаза и встретиться с Иисусом. То есть он видит духовный мир, он все понимает прекрасно. Он не раз Иисуса видел, но просто не понимает, что он вообще, зачем он. Что за деталь такая вообще? Вот. И этот дедушка после этого изменился. И зачем мне ему про христианство рассказывать, если он видит что-то, он что-то не понимает, он что-то знает, так я на основе его же видения расскажу ему о том, что он видит. Потому что видит правду, что кармы нет, карма искуплена. Да, да, да. Даже у кришнейтов это есть, что надо преодолеть карму, чтобы кармы не было. Но через деятельность. Потому что карма это работа, но работа против Бога. А если работать на стороне Бога, тогда кармы не будет. Будет что-то другое. Будет в соучастии. У них есть это, но просто тут вопрос другой. Другие тонкости. Отдельная тема просто. Да, хорошее свидетельство такое, интересное очень. Да? Христиане активно используют в Индии и католики, и православные, и протестанты терминологию индуизма. И слово Бхагаван, какой Бхагавадгита. Бхагаван это бог, бхагия, достояние. Тот, кто обладает ван, это владыка всех достояний. Они просто дают христианское значение этим словам. Даже кармы могут как работу, но работа, потому что есть что посеешь, что пожнешь, это тоже карма с точки зрения индусов. Но они раскрывают это не в индуистской круговертии, а в христианском понимании. Что карма, работа, она может и погубить тебя, а может привести к Богу. В зависимости, куда ты плоды отдаешь, куда ты жертвуешь. Себе на себя тратишь все или Богу отдаешь. То есть христиане так с ними. И индусы понимают, потому что многие вещи созвучны с их культурным каким-то образом. просто разворачивают их в полноте. У них тоже есть представление о том, что в имени Бог присутствует целиком. Вопрос в качестве образа. Какой образ за этим именем стоит? Какая жертва? Вот только в этом вопросе. А это самое главное. С буддистами сложнее у них. Бог это вообще как и будет. Который препятствует духовному развитию. Который препятствует духовному развитию. Окей, да. Слава Богу. Так что, друзья, кто подключился, слышали сегодня интересное свидетельство. Такое очень даже. Да. Что реформация, разворачивая себя на востоке, приобретает интересные формы. Да, да, да. Которому Лютеру даже не приснилось бы никогда. Да, да, точно. Потому что, действительно, протестанты больше всего работают. В юго-восточной Азии, в Индии очень активные. В поезде мне проповедовал, когда я на юг ехал в Карнаток. Я ехал в Карнаток и мне попался тамил, по-моему, баптист с женой тоже. Я вижу, что они библии на тамильском. Читает он мне на английском, таком индийском. Я, конечно, больше понимал, о чем говорил. Но понимал, о чем идет речь вообще. Он рассказывал, что я брахман, индуист. И вот я принял Христа, а моя жизнь изменилась. Что тебе надо принять. А я в индуистской одежде, я выгляжу, как настоящий брахман-индус. А он бывший брахман, рожденный. Христианин. И мне такое свидетельство было очень сильное, я помню. Для меня личность Христа не философия. Потому что я видел потрясающих индуистских, глубоких, очень глубоких старцев, ораторов. Которые говорили правильные вещи. Которые действительно работают. Ага. Вот. И жизнь менялась. Но в какой-то момент просто самые простые слова о Христе. Переключение меня целиком. Я не мог понять, что со мной происходит. Как я мог купиться на это? Как вообще? Тут же нет такой изощренной философии. Таких каких-то тонких моментов. А вот это вот именно в том, что любовь Христа, его жертва, она не в этом сила. Сила именно в самой жертве. Вот. В этом чувстве, которое рождается, оно тебя ведет как-то незримо. Да. Да. А потом показывает тебе, что оно не глупое чувство. Что за ним стоит мудрость огромная. Которую ты можешь сразу и не рассмотреть. Да. Нерукотворный храм рождается. Да. Да. Все мы тут пытаемся созидать хороший храм, чтобы там Бог жил и приглашать Бога. Вот живи, потому что я вот такой. Потому что тут красиво, потому что я тут что-то сделал. А тут он сам созидает жилище. Да. Устрояйте жилище Божьим Духом. Да. Как живые камни. Слава Богу. Тоже интересное свидетельство на эту тему межкультурных вещей. Ага. В Африке было. Тоже мы с другом поехали туда. Вот. И потом, ну, видим, у нас слишком много людей просто разъехались. Я в одну сторону, а в другую. Ага. Вот. И он едет там в, как это, в западную часть Уганды. Вот. И там один парень. И он выбирал, как Богу поклоняться между христианством, ну, протестантизмом и исламом. Вот. И, в принципе, склонялся больше к исламу. Вот. Потому что, ну, на массе ему больше к душе. И имел неосторожность помолиться и говорить, Господи, скажи мне, ты, как ты хочешь, чтобы я тебе поклонялся. Угу. 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 Интересно. И тут Денис приезжает в эту, как бы, в эту деревушку. Угу. А он Денис, как мусульманин, да? Он такой, ну, с бородой, как я, да. И мусульманская, такой, тебе текиш в лысину солнце не полило. Ага. Да, да. Удобно. А этот парень поломал ногу, идет на палку, ну, там костылей нет, то есть он на палку опирается, просто прыгает на одной ноге. Угу. Подошел к нему, помолился, нога исцелилась. Угу. Угу. Тот начинает спрашивать, а ты мусульманин? Что, типа, не, я не мусульманин, но я человек Божий. Угу. 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 Тот в том, что бы войти в Царство Божье. А это не христианство и не мусульманство, это Христос. В результате он принимает Христа, он там крестится, он с ним ходит. Они вместе исцеляют людей. Угу. 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 Вот, и там, ну, там и остался дальше чудить. Чудо творить? Хе-хе-хе. Да, да, да. Классно, интересно. И тут, в принципе, классно. Но у меня есть несколько вопросов именно к этому свидетельству. Потому что мусульманское пророчество, оно услышало от Бога. То есть я не понимаю разницы между Аллах и Аллахим, Джизус, Иса или Иисус. Ну, это такое. То есть Бог ей сказал, что есть совершенный способ Богопочитания. Она услышала информацию, передала информацию, она сделала свое дело. Ну, да. Но ее сердце осталось закрытым. Ну, Бог может даже через ослицу говорить. Ну, вот так и получилось. Сказал через ослицу, которое сердце, то есть ослица дальше пошла травку щипать. Ага. То есть дух сошел для человека, ради человека. Ага. А пророчество, пророчица осталась вне этого всего, хотя слышала своими ушами и говорила о своем. Парадокс. И тут действительно, то есть приход ко Христу, это не форма. Это действительно открытое сердце. Да. 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 Можно самую красивую, самую правильную библейскую формулу взять, форму, да, но так и не иметь самой сути этой. Да. Можно с Богом общаться. Да. Ну, как философ Платин, вот последователь Платона, вот уже современник христиан, он говорил, что логос, вот это единое, то есть так платонисты называли Бога, единое, да, он проявляет себя в трех ипостасях, в трех личностях. Ага. То, чего у Платона не было, да. И христиане сказали, да, да, ты прав, но он не стал христианином от этого. Он знал это, он другую конструкцию под это просто. Ага. Ага. То есть вопрос не в том, что философски обосновать там ипостаси и все. Ну, да, да, да. А вот именно... Не в теологии даже в самой этой. Да, вот именно открыть сердце и вот непрестанно обращаясь к нему вот это вот, а не размышляя просто. Просто размышляя умом, пытаясь там понять вот этот вот, да, вот единое, да, то есть вот... Тот же Ганди, когда был в Америке, он почитал Библию. Для него это что-то было такое непонятное. Говорит, ты люби своих ближних. Вот. Ну, не люби врагов своих. Вот. Он такой, что за глупости вообще? Как так? Все. И тут вышел на улицу, то есть история, ну, это... То есть молодость его. Вышел на улицу, там какой-то переворот. Я не помню, это Европа, Америка, я не хочу брать. Вышел на улицу, какой-то переворот, все. И тут видит полицейский там бьет, ну, студента. И тут такой вспомнил этот стих, подошел и говорит, слушай, ударь меня, не бей его. Ударь меня. Он такой встал, а не мел полицейский. Говорит, идите своей дорогой. Я развернулся и пошел. Вот. И тот такой понял, что в этом парадоксе, в этой слабости, огромная сила, он перечитал Библию. Но христианином не стал лишь из-за христиан. Ой, я еще поправлю. Там в дневниках Ганди он пишет, что ему христианство помог понять Лев Толстой. То есть вот эта природа, а не насилие. То, что на санскрите звучит как Ахимса. Ахимса. Все индусы это знают. Ахимса, не насилие. Или само движение саттия-грахи. То есть саттия это правдивость. И граха это, ну, там несколько значений, как что-то большое, как суть. То есть правдивая жизнь проявляется в Ахимсе, в не насилии. Если человек любит Бога, он ко всем сострадателям автоматически. Благожелательен ко всем, даже к животным. Вот. И Лев Толстой, так как он такой был, скажем так, у него проблемы с русской церковью были не только потому, что он там их критиковал. В нем действительно много было оккультного. В том числе такого под влиянием Теософов, под влиянием Мадам Блаватской. Вот. И там много действительно расходящихся с христианством. Он хороший человек был, но вот тоже. Но Ганди поразил вот другое в Толстом. Его поразило то, что какой-то граф в России понимает, что важно жить просто, быть вегетарианцем, в ненасилии. И что вот и Христа еще цитируют, правда, в не совсем христианском контексте. И поэтому Ганди и не смог его принять, потому что немножко не из тех уст это все прозвучало. Он говорил, он даже писал Льву Толстому письма с Южной Африки. Он тогда работал адвокатом в Южной Африке. Но говорит, к сожалению, он мне не ответил. Не знаю, даже зло ли, но он писал это. Даже в фильме о Ганди там упоминается, по-моему, это. Потому что я несколько фильмов смотрел о Ганди. Документальный и художественный на основе документов. То есть даже Толстой поглядал на него очень сильно. То есть он очень высоко его ставил. Толстой, к сожалению, очень страшно. Вот его комментарии на Евангелие, конечно, они далеки вообще от Евангелия. Там много от себя тяна. Увы, это так. Вот это тема про Хэллоуин. Даже вот в антисемите Достоевском христианство больше, чем с Толстом. Это правда. И глубже. Какие-то вещи он раскрывает глубже. Хотя Толстой был, наверное, нравственник в каких-то вопросах. На уровне быта, как он жил. Потому что Федор Михайлович был, конечно, на связи. Хотя и Толстой тоже. На дуэлях только сколько убил? Там 9 человек. До того, как он изменил свою жизнь. Дуэлян там был успешный. Вот так вот, братья. Рассуждаем, размышляем. Да, да. Уж простите. Такой святой вечер у нас. Всех святых. Да. Приветствую всех святых. Святых. Разных конфессий. Там кто подключился, подключается. Вот. И пусть Бог благостает всех нас. И на самом деле истина, она не в таких убедительных словах человеческой мудрости, а в явлении Духа и силы. Явление Божьего Духа, явление силы Божьей. В этом как раз Бог. Вот. И я себе даже говорил, ну, вообще, знаете, что у каждого есть какие-то свои страхи у нас, да, значит, по жизни. Вот. У меня вот тоже есть некоторые страхи такие по жизни. Вот. И самый большой мой страх вот по жизни, это вот, я боюсь очень лицемерие. Да. Вот. Очень боюсь, и у меня это панический страх просто перед этим. Вот. И, знаете, вот, когда... А все началось тогда, еще под подростком будучи, когда пережил встречу с Богом, и потом уже, когда все было сравнительно проще, когда вот ты, Бог, и открывается что-то из Слова Божьего, вот. Значит, когда уже воцерковлялся уже, что меня так вот очень сильно так напрягло, особенно в семинарии уже, когда приехал в начале 88-го года как раз в семинарию, то больше всего напрягло то, что, значит, там была молодежь в основном, ну, будущие священники. Некоторые уже, с кем познакомился с ребятами, они уже заканчивали семинарию, некоторые вот тоже приехали, только еще поступали, значит, там присматривались, приехали вот к этому, значит, но в основном ребята, которые из религиозных семей таких, вот, их родители уже, ну, священники, как правило, из поповских семей, будем так говорить, поповичи. Вот. И, конечно, значит, вот, я был, ну, просто шокирован, вот. Они религиозно грамотные ребята были, вот. Не мне чета, конечно, вот, но я настолько удивлен был вот этим, ну, лицемерием. Знание о Боге и совершенно не знание вообще, ну, и даже нет интереса знания Бога снова. Вот. Это, конечно, меня очень сильно так вот зацепило. Я нашел там только, ну, в семинаре тогда вот нашел, в 88-89 годах, там только пару ребят нашел, с кем так вот, ну, с одним общался, с вторым так более-менее общался. Значит, и, значит, так вот, и оба этих парня оказались из семей как раз, ну, неверующих, по сути. Ну, один из них был вообще из-за атеистической тоже семьи. Вот. Переживали Бога в своей жизни. Вот. А потом уже в 96-м году, когда познакомился с протестантским миром, католическим миром, то, значит, я понял, что эта проблема, значит, не только у нас, православных, она вообще, она такая, вне конфессиональная. Вот. Вот. Здесь пишут уже, что, значит, теракт показывают в Америке сейчас. Вот. Не знаю, что я за новостями не смотрю. Здесь у нас светлое радио здесь пока, значит, включено. Господь, благостави Божия людей сейчас, которые вот в таких переживаниях или если, если там какой-то теракт произошел Божий, то Божий помилуй и пусть Господь все во благо обратится каким-то удивительным образом. Даже такие страшные какие-то события. На самом деле сейчас вот мы живем в тот век, когда исполняются такие и самые страшные пророчества Библии, на самом деле. Вот. Самые страшные пророчества Мессии, значит, с одной стороны, но с другой стороны и самые прекрасные пророчества исполняются. Вот. И самые страшные пророчества это о войнах, гладах, там, морах, там, значит, о эпидемиях этих, значит, там и всевозможных этих бунтах или о войнах. Но с другой стороны исполняется слово именно о том, что будет проповедено сие Евангелие Царства во всех народах. Так, что вас смутило? Поведение людей и священнические... Даже не само поведение, нет, дело не в поведении. Поведение может быть разное, хорошее, плохое, не поведение. Аморальность, моральность тоже мало. Лицемерие на душу. Да, вот именно вот то, что вот сейчас сестра написала, как раз лицемерие именно. Мёртвость. То есть, человек, одно дело, когда человек, допустим, он даже, ну, не верующий, просто не верующий, а другое дело, когда он религиозно грамотный, вот, знает о Боге, ну, почти всё, будем так говорить. Вот, значит, насколько можно знать, значит, вот, на тот уровень. Вот, ну, значит, человеческий, но с другой стороны, не знание Бога вообще, как такового, вообще. Вот, поэтому, да, значит, я даже впоследствии, когда мы, вот, в девяносто первом году уже сам стал священником, я в девяносто первом году, в девяносто втором у нас рождается наш первый ребёнок, вот, и так вот женой об этом говорили мы, вот, не раз тогда. Это, она тоже очень так вот переживала у них, такие моменты похожие, у нас схожий такой немного в чём-то опыт такой Бога познания, вот, и так я вижу теперь уже на расстоянии лет некоторых совместных вот этих прожитых, я понимаю, что был промысел Божий нас вести так вместе, понимаете ли, я не представляю, если у меня жена была бы, ну, какой-то другой, допустим, вообще не такой, какой вот сейчас вот у меня жена есть, вот, просто действительно Бог свыше, он уже планирует наши пути друг к другу, я очень Богу за это очень признателен, очень благодарен, на самом деле это, ну, для меня это чудо Божье. Некоторые чудеса не сразу видны, как бы, да, невооружённым глазом, другие только, как бы, вот, порой на расстоянии лет, порой даже многих лет они становятся очевидными, эти чудеса, наверное, семейные чудеса, они такие, что их вот сразу так вот не поймёшь толком, а вот проходят годы, и ты понимаешь чётче и чётче, что это вот действительно рука Божья и действительно чудеса Божьи. Вот, и мы договорились тогда с женой тоже, вот, разговаривали не раз на эту тему, тогда мы в 91-м году, как раз, уже став священником, что будут дети, что тогда, значит, им минимум говорить вообще о Боге, то есть минимум информации давать им о Боге, вот, критический минимум даже, вот. вот, и, значит, чтобы, не дай Бог, не было такого в их судьбе, чтобы они знали о Нём больше, чем знали самого Бога, вот, и чтобы была личная встреча у них с Богом, чтобы они лично знали Его, а не просто вот теологию начитались, да, значит, и порой знания о Боге, они вредны человеку, очень сильно вредны, вот, значит, вредны тем, что, как бы, дают, как некую, знаете ли, вот, я ужаснулся, допустим, познакомившись с системой образования, значит, христианского в протестантских многих церквях, ужаснулся ещё больше, чем даже, значит, нашей православной системе, потому что детей пичкают, что в баптизме, у писятников, у хризматов, адвентистов, уродуют души детские, вот, действительно, разложив Бога по косточкам, по полочкам, значит, всё рассказав о Нём, и это всё вырождается в такое моральное уродство, это просто не передать, люди всю жизнь живут и даже становятся пастырями, епископами, значит, объединений и не знают Бога вообще, это, это, я с этим столкнулся в 96-м году, когда я увидел, что, действительно, вот, знания о Боге, они порой очень опасны, очень опасны, это, знаете ли, это меч, да, 100%, и это, как, допустим, ребёнку дать вот, настоящее оружие, я думаю, нормальный родитель, он никогда не даст, значит, ребёнку не игрушечный пистолет, а настоящий пистолет, представьте, а ещё тем более гранату, допустим, да, вот, боевую, да, осколочную, да, представьте, значит, вот, и, значит, и, а получается, что взрослые мы порой вот по неразумию своему даём детям настоящее оружие, настоящие гранаты эти, это страшно очень, вот, это их подрывает просто. Я вставлю, если можно. Как? Говори, я вставлю, если можно. Да. Именно из-за этого, в принципе, первой церкви людям не давали просто Библию читать. Ага. Её рассказывали те, кто лично Бога знает и пережил, пережил. То есть оно потом извратилось до того, что просто закрывали от людей, но изначально эта идея была вот эта, она правильная. Ну да. Просто другая крайность, поэтому. Ну да, другая крайность, да. Во всём есть свои крайности, конечно. Да, безусловно, да. Заучивание наизусть, а с другой вообще не читать. Да, да. Или слушать старцев, порой там бредовых каких-то. Да, да. Оно стало просто системой, стало смертоносным. А если действительно живо, то да. Да, да, да. Да. Если это в духе, да, если это в истине, на самом деле, то это живо. Ага. Ну, правило, сейчас старцы, те, у кого есть борода, те и старцы. Ну да. Что не поп, то ебать, когда. Да, младостарчество, так называемое. Ну да. Ладненько, да. Вот такая у нас следующая часть получилась рассуждения сегодня. Такие домашние. Вот еще такой домашний формат. Такого, да. Сейчас помолимся. И друзья, кто сейчас на связи, сейчас, то мы сейчас помолимся. И вот такой пятиминутный примерно, даже меньше, чем пять минут получается, перерыв. Да, значит, будет перезагрузка такая как бы. Вот, значит. И пусть Бог благословит нас в этом. Отец, благодарю Тебя, Боже, за эту встречу. Вот такую братскую, такое общение. Боже, и действительно Ты просто нас меняешь. И я благодарен Тебе за чудо. И духовное возрождение, это рождение свыше. Это действительно величайшее чудо. Боже, даже это одно, если это было бы даже одно, только лишь в моей жизни, я бы всю жизнь я просто благодарил бы за это и славил Тебя, Боже. Боже, спасибо, Господь. Ни одно чудо так не радует, Боже, душу мою, как вот это, это, то, что родился от Тебя. Благослови, Господь, во имя Христа всех нас. И благослови тех, кто онлайн подключался и подключается. Благослови, Господь, Боже, продолжение этой ночи. Сейчас добра ничь такую, добрую ночь такую. Благослови во имя Христа Иисуса. Аминь. Аминь. Да, слава Богу. Вот, значит, и, значит, голос за кадром, кто-то вопрос задает. Значит, это, видимо, кто подключился позже уже, получается. Потому что вот мы вот с шести часов вечера, так вот, в сети, почасовая такая, да, у нас такая, да, программа, значит, и с нами епископ Кифа, значит, со Львова как раз на связи. Вот. Ну, если кто, не знаю, кто еще из братьев там, сейчас из священников подключаются, мало ли, то добро пожаловать тоже. Звоните мне вот на Киевстар, значит, вот будете тоже так вот голосом за кадром. Да, слава Богу. А этот номер, чей номер вообще это получается? Хорошо, добренько все, до встречи, до связи, через пару минут снова продолжим. Мир всем.